Привет! В последнее время электрические скейтборды делают все меньше и легче, но у компании Revell из Словении другие цели. Их C1N имеет характерную конструкцию из углеродного волокна, но он не стремится к званию самого легкого или маленького. Отличительная особенность Revell C1N – наличие двух аккумуляторных батарей, благодаря которым он способен проехать до 40 километров без подзарядки. В конструкции также предусмотрены два электромотора на 2000 Вт, позволяющие разгоняться до скорости 50 километров в час. Для максимального удобства разработчики предусмотрели три различных режима поездки – быстрый, экономный и индивидуальный, при котором владелец сам настраивает необходимые параметры. Управление электрическим скейтбордом осуществляется с помощью специального джойстика с ЖК-дисплеем, на котором отображаются данные о состоянии аккумуляторов, скорости и режиме движения. Базовая модель, оснащенная одним аккумулятором, стоит примерно 3300 долларов. Компания Yamaha Motor представила прототип сверхстильного крылатого скутера. Речь идет о концепте Yamaha O4Gen, который по виду похож на стрекозу. Скутер O4Gen создан на основе концепта Runway, навеянного образом элегантной и грациозной женщины. В отличие от обычных скутеров, которые прячут свою раму под обтекателями, O4Gen прикрывается лишь полупрозрачными панелями. Прекрасно спроектированная внутренняя архитектура в сочетании с изящным внешним видом олицетворяет легкость и красоту. Для компании Yamaha Motor дизайн является одним из основополагающих элементов любого продукта. В 2013 году компания сформировала концепцию Refine Dynamism, совершенство в динамике, как философию своего дизайна. Следуя этой концепции, она наделяет энергией процесс создания продуктов, представляющих уникальный стиль Yamaha. Дети быстро вырастают из своих колясок. И чтобы решить эту проблему, а также подкинуть детям и родителям интересный совместный проект, два голландских изобретателя придумали Infento. Infento в переводе с латинского означает «бесконечный» и представляет собой набор средств передвижения для детей от 0 до 13 лет. Всего за несколько часов с помощью шестигранного ключа ребенок и взрослый могут смастерить лежачие сани, лежачий велосипед или трайк с багажником и многое другое. Модели распределены по возрасту, и каждый увеличенный набор включает детали предыдущего. Ни одно из транспортных средств для детей старших возрастов не напоминает традиционный велосипед, но каждый сможет найти что-то интересное для себя. И в этом весь смысл, так как если ребенку наскучила модель или он вырос из нее, она может быть демонтирована и собрана в новую конструкцию. Walk Car от Coco Motors используется примерно как сигвей, но при этом она слегка больше ноутбука. Walk Car имеет 4 крошечных колеса, алюминиевый корпус и может переноситься в специальной сумке. Управление осуществляется за счет смещения центра тяжести, в то время как ускорение и торможение происходит автоматически, когда вы наступаете или сходите с устройства. Максимальная скорость аппарата составляет 10 км в час, а встроенный аккумулятор, который можно зарядить за 3 часа, обеспечит около 12 км пути. Несмотря на свой хрупкий вид, Walk Car, как сообщается, достаточно прочный и рассчитан на то, чтобы перевозить вес до 120 кг. Устройство было разработано в Японии. Его стоимость составляет примерно 800 долларов. Компания Elite Motors разработала прототип электромобиля-скутера под названием C1. Модель представляет собой двухколесное транспортное средство, оснащенное гироскопом. Благодаря гироскопу C1, подобно скутерам Segway, сохраняет устойчивость даже при столкновении. Такое новшество значительно повышает безопасность пассажиров этого транспортного средства. C1 оборудован электрическими моторами общей емкостью 40 кВт, расположенными под колесами, а гироскопы находятся под корпусом. Модель полностью заряжается за 4-6 часов. Заряда хватает, чтобы проехать 240-350 км. Максимальная скорость S1 составляет 193 км в час. Этот экологичный электрический байк идеален для коротких перемещений по городу. Он достаточно просторный, вмещает как водителя, так и пассажира. Приобрести это чудо техники можно примерно за 16 тысяч долларов. Болгарская компания Calilenea предложила проект уникального городского велосипеда Halfbike. Это миниатюрный складной компактный велосипед, который предназначен для передвижения в черте города. Он не занимает места на парковке. Его с легкостью можно поместить в багажнике автомобиля, взять с собой в метро или оставить в квартире. Этот инновационный велосипед используют стоя. Для того, чтобы повернуть на нем в какую-либо сторону, нужно всего лишь немного наклонить свой корпус. По словам изобретателей велосипеда, он позволит испытать нам совершенно новые ощущения и отлично провести время, пробуждая свои природные инстинкты, а также внутреннее чувство равновесия. Halfbike доступен к продаже по цене 599 долларов за экземпляр. Моноцикл Райна – это прорыв в мире мототехнологий. Он работает на электричестве и снабжен надежной системой балансировки, благодаря которой упасть с него или перевернуться по неумению – просто нереально. Те, кто уже успели покататься на этом чуде техники, утверждают, что освоить его намного проще, чем обычный мотоцикл. Достаточно просто проехать несколько метров. Премиальность этого товара обусловлена высокой стоимостью и маленькими партиями. Стать счастливым обладателем моноцикла не так просто. На сегодня в мире их немногим больше 100 единиц, да и те принадлежат людям, занимающим первые места в списках Forbes. Внешний вид, надежность и прочность, экологичность, большой запас хода делает эту модель желанным приобретением любителей и коллекционеров всего нового и эксклюзивного. Rhino может развить скорость до 30 км в час, а легкость управления, плавное вхождение в поворот и устойчивость просто поражают. Rhino настолько компактный, что занимает половину среднего багажника легковушки. Регистрация транспортного средства ему не нужна, а передвигаться на Rhino даже в толпе людей – одно удовольствие. Конечно, вы значительно снизите скорость, но и при этом не рискуете заваливаться на бок или вперед. Причем запаса аккумулятора без проблем хватит на 40 км. Небольшой размер транспортного средства не является недостатком. Наоборот, моноцикл полностью ощущается, и вы можете управлять им с помощью наклонов тела. Эта связь очень чувствительная, что позволяет быстро реагировать на разные ситуации при движении. Это еще один плюс к безопасности. При перераспределении веса или изменении угла наклона туловища, моноцикл моментально отреагирует. При всей необычности конструкции, ряд необходимых и знакомых средств управления никуда не делся. На руле есть газ и тормоз, так что управление действительно в ваших руках. Если вы любите кататься на роликовых коньках или просто ищите новый, оригинальный способ передвижения по городским улицам, то вам однозначно следует обратить внимание на ролики Action R Rocket Skates. Разработчики из Лос-Анджелеса предлагают всем желающим приобрести умные роликовые коньки, надеваемые поверх вашей обычной обуви. Это роликовые коньки, снабженные электродвигателями. Просто закрепите их поверх вашей обуви и все. Не требуется никакого дистанционного контроллера. Просто двигайтесь, как вы привыкли. Ваши руки будут при этом свободны, а роликовые коньки будут поддерживать необходимую вам скорость автоматически. Роликовые коньки контактируют друг с другом посредством сети, что позволяет им поддерживать одинаковую скорость. А это, в свою очередь, исключит разъезжание ваших ног в стороны. Также коньки будут взаимодействовать с официальным приложением для смартфонов, которое позволит вам мониторить их состояние, настраивать их, собирать данные о пробеге и даже публиковать результаты своих заездов в социальных сетях. Розничная цена коньков составляет примерно 400-500 долларов. Компания Crazy Fire Technology разработала складной электрический скутер ZAR, который они продвигают, как самый легкий и умный e-скутер. ZAR разработан специально для того, чтобы быстро преодолевать короткие расстояния. Вес скутера всего 4 килограмма. При этом создателям удалось спроектировать ультракомпактный дизайн, позволяющий самокату поместиться внутри небольшой сумки или рюкзака. Электросамокат работает на литиевых батареях, полного заряда которых хватит на преодоление 10 километров. Существует более продвинутая версия скутера, которая может проехать уже 20 километров на полном заряде батарей. Максимальная скорость передвижения ограничивается 20 километрами в час. В самокате есть поддержка Bluetooth 4.0, что позволяет подключиться к смартфону для удаленного управления. Цена такого девайса примерно 700 долларов США. Многие жители столицы, выстаивая утомительные часы в километровых пробках, неоднократно предавались мечтам о том, как было бы здорово, если бы их автомобили умели передвигаться по воздуху. Никаких пробок, никаких искалеченных подвесок, никаких лежачих полицейских, выбоин и открытых люков. Одно сплошное удовольствие. Мечтает об этом и испанский дизайнер Гектор Делямо, который разработал концепт мини-вертолета Zero Helicopter, идеального городского транспорта недалекого будущего. Вертолет получил свое название Zero за минималистичный дизайн и характерную форму салона, напоминающую то ли нолик, то ли бублик, то ли букву О. Миниатюрный, в несколько раз меньше обычного вертолета Zero Helicopter рассчитан только на одного человека, водителя воздушного авто. Для штурмана или же пассажира второго кресла в нем нет, как нет и дверей, что делает наличие второго человека в кабине-салоне не только невозможным, но и небезопасным. Легкий и шустрый концептуальный вертолет Zero Helicopter можно назвать воздушным мотоциклом, задача которого доставить пилота из точки А в точку Б за максимально короткий отрезок времени, что временами может быть и трудно, и опасно, и неудобно. Однако в таком случае скорость решает, поэтому есть большая вероятность, что когда Zero Helicopter поступит в производство, многие байкеры пересядут с двухколесного коня на летающего, да и автомобилисты, которые любят скорость, найдут для себя подходящую модель мини-вертолета. На сегодня все, спасибо за просмотр. А какой транспорт понравился тебе больше всего? Расскажи в комментариях. Не забываем, лайк и подписка – лучшая благодарность автору за работу.